Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшняя наша тема – это лжеучение папизма. Папизм – это еретическое лжеучение, которое активно атакует богоустановленную царскую власть. Последователи папизма стремятся захватить власть у людей, которые получили от Бога ее, то есть вот эту царскую власть, законно и по праву. Это прежде всего цари, которые Господь благословил царствовать. Это и мужья, как цари в своем семейном царстве, в своей семье, то есть в своем малом царстве. Таким образом, это и все православные христиане, которые направляются еретиками на ложный путь. «Мною царь и царствуют, и сильные пишут правду», – говорит Господь в книге Притч. «Не прикасайтесь к помазанным Моим», – говорит Господь. Дело управления народами – самое трудное дело. Читаем мы о божественной природе власти у святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского. «Сам Бог, владыка владык и царь царей, утверждает за царем верховную власть». «Кто посаждает на престолы царей земных?» «Тот, кто один от вечности, сидит на престоле огнезрачном», – продолжает отец Иоанн. «Царям земным от него единого дается царская держава. Он венчает их диадемою царскую. Только Бог может уполномочить избранного человека на царство и вручить ему самодержавную власть, обликая его славою, величием, силой». Вот такие замечательные слова святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского. Говоря о происхождении от Бога царской власти в ветхозаветные времена, святитель Филарет напоминает, как и в новозаветный период времени царская, уже христианская власть, начиная с Константина, произошла тоже от Бога. Это случилось после того, как Господь сам обратил Константина в крестьянскую веру, перед битвой его с Максентием. «Однажды, полуденные часы дня, когда солнце уже клонилось к западу, говорил Константин, я собственными очами увидел составившиеся из света и лежащие на солнце знамени креста с надписью. Син, побеждай!» Вслед за тем во сне явился Христос к Константину и повелел сделать знамя, подобное виденному на небе, употреблять его для защиты от нападения врагов. Константин исполнил повеление. Под знаменем креста победил Максентия, сделался единовластителем Римской империи, уверовал во Христа и явился первым христианским царем равноапостольным. Не очевидно ли, из этого воскресает святитель Филарет, что цари христианские первое начало свое ведут непосредственно от Царя Небесного? Священное Писание, как Слово Божие, ясно об этом говорит. И в книге пророка Даниила, и в книге премудрости Иисуса Сыла Сирахова, и в святом Псалтире, и в книге Исхода, и в книге пророка Исаии, и в книге первых царств. Об этом говорят святые первоверховные апостолы Петр и Павел в своих посланиях. Но, несмотря на это, последователи папийской ереси утверждают, что власть епископа выше власти царя. Это их заявление указывает на коренное отличие православия от папийского заблуждения. Епископы и священники не наделены Богом господскими, то есть царскими полномочиями над православным народом. Это цари царствуют, а священники, патриархи в том числе, обязаны пасти Божие стадо, не господствуют над наследием Божиим. Но, подавая пример стаду, как сказал первоверховный апостол Петр в своем первом послании, сам Господь еще в Ветхом Завете установил четкое разделение между царской и священнической властью. Он сказал Моисею, «Ты будешь ему, то есть Аарону, говорить и влагать слова мои в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать, и будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога». Правильное отношение к власти имеет самое непосредственное отношение к нашему спасению. Такова непреложная истина церковного предания. Везде, где духовенство бесчинно мнит себя господами стада Христова и группируется в отдельную касту посвященных, процветает папизм. И как больно бывает некоторым людям эту истину осознавать, но людям, ревнующим выполнять волю Божию, приходится это делать. Разговаривая, например, с мужчинами, такие вот священники, паписты, пытаются контролировать все. Даже интимную жизнь. При этом сам разговор на исповеди об этом унижает мужское достоинство исповедника. Женщин тоже контролируют, выясняют вплоть до самых деликатных вещей. Фантазии у папистов очень богатые. Часто женщина и не подозревает, как сильно она душевно обнажена перед духовником. Причем все это прикрывается благим намерением спасти душу несчастных. Став жертвой паписта, такая женщина иногда неосознанно начинает разрушать свою семью. Муж, например, хочет одного, а жена говорит, «А мне батюшка не благословил». И начинаются семейные ссоры, раздоры, разводы. А батюшка папист радуется. Он только что захватил царскую власть в этой семье. Своровал ее у законного царя, головы семейного царства. Надо сказать, что ересь папизма тесно переплетается и с ересью жидовствующих. Эти две ереси сейчас словно паутиной опутали многие-многие наши приходы. Некоторым, может быть, кажется, что папизм далеко на заготовом текане пребывает. Но уже многим людям становится ясным, что это беззаконие вокруг нас происходит и активно борется с царственным духом истины Христовой. Настоящий духовник или духовный отец помогает человеку разобраться в богословских вопросах. Он направляет своих духовных чад к Богу. При этом он не должен царствовать или господствовать над своими прихожанами. На исповеди священник просто гость, свидетель. Которого пригласил сам Господь на эту встречу с грешником кающимся. Человек, братья и сестры, исповедуется не священнику, а Богу. Духовник может помогать, советовать, если его просят. Но не нужно лезть в душу и устанавливать там свои правила. Духовный отец соотносит свои советы с заповедями Божьими. Часто сам Господь говорит через Иерея. Но священник при этом просто проводник воли Божьей. А если думает, что это он такой умный, то это означает только одно. Им овладела гордыня Бесовская. И имеет место элементарный папизм. Сначала такой священослужитель дает вам совет, хотя вы об этом его и не просили. А затем он начинает повелевать вами. Откуда же в нашей русской православной церкви пошел этот папийский принцип? От совета к повелению. Обратимся к нашей истории. С иеретиками латинскими мы сражались еще при святом благоверном князе Александре Невском. Бивали мы тевтонских рыцарей. При святом благоверном государе нашем Иоанне Васильевиче задавали жару Ливонскому ордену. А со святыми Козьмой Мининым и благоверным князем Дмитрием Пожарским очищали Москву от поляков-попистов. А вот у нас, внутри церкви, ересь папизма ярко о себе заявила в 1654 году. Отправляясь в поход на Польшу, наш благоверный государь Алексей Михайлович оставил патриарха Никона правителем государства. По возвращении с войны встреченный патриархом Вязьми царь от радости при свидании наградил Никона титулом «Великий государь». Обращаю ваше внимание, братья и сестры, что в словаре Брагауза и Фрона написано, что термины «господин», «господарь», «государь» в древнейших письменных памятниках употребляются безразлично. Государь и «господин» по своему значению одинаково употреблялись для почтительного обращения среди бояр и князей. Назвав Никона великим государем, или что одно и то же великим господином, Алексей Михайлович хотел уважить своего любезного друга. Они ведь были близкими друзьями. Но прошло четыре года, и эта дружба вдруг куда-то исчезла. Никон изменился. Стал любить почести, внешнее подобострастие. Везде всех заставлял величать его царского холопа, в общем-то, великим государем.